Анастасия Лаврина Анастасия Лаврина Анастасия Лаврина Анастасия Лаврина наверное, переживает азербайджанский народ, и турецкий народ, и все те, кто, безусловно, имеет отношение к Южно-Кавказскому региону. Это, конечно же, и в политическом плане, и в историческом плане, конечно же, знаменательное событие. И прежде всего это говорит о том, что, конечно же, это все будет играть на будущее возрождение, на будущее процветания Южно-Кавказского региона. Да и не только. Конечно же, это очень большая ответственность, которую на себя взяли и Азербайджан, и Турция. Это очень яркая, скажем так, картина того, что на сегодняшний день хочет и как видит сегодня и Азербайджан, и Турция, и Южно-Кавказский регион. Безусловно, это прежде всего, конечно же, экономическое процветание, это, конечно же, политическая стабильность, это устойчивость в регионе, поскольку две страны на сегодняшний день показали, в принципе, всему миру, как выстраиваются четкие и устойчивые политико-экономические отношения между двумя странами. Очень сложно сегодня назвать две страны, которые имеют вот такие вот дружеские отношения, как между Турцией и Азербайджаном. Безусловно, конечно же, мы можем говорить о той роли, которую на сегодняшний день показывают лидеры двух стран. Это, опять же, определенный знаменатель того, что сегодня политическая устойчивость стран непосредственно коррелирует лидерством, умением быть, скажем так, лидером своей страны. И, конечно же, и президент Азербайджана, господин Иргам Алиев, и президент Турецкой республики, господин Иргам, показали, насколько лидерство имеет огромное значение для политического устойчивости не только в своей стране, но и в регионе, в данный момент, конечно же, Южно-Кавказском регионе. Маслен Алиев, вот в частности, если как раз таки процитировать слова, которые сказал уважаемый президент Турции, Реджеп Таип Эрдоган, на совместной пресс-конференции, он сказал, что Армения должна, в частности, ухватиться за эту руку помощи, которые, опять-таки, проявление доброй воли, которую здесь демонстрирует и Азербайджан, и Турция, готовность развивать экономическую интеграцию в регионе. Более того, он отметил, что мы запустили платформу сотрудничества 3 плюс 3. Столько разговоров было о различных форматах сотрудничества в нашем регионе после урегулирования Карабахского конфликта, подписания трехстороннего заявления этой платформы 6, платформы 5 плюс 1, и также формат сотрудничества 3 плюс 3. Вот сегодня практически относительно был дан старт развитию партнерства в формате 3 плюс 3. На ваш взгляд, какую реакцию все-таки стоит ожидать от наших соседей? Насколько благоприятным для них может быть развитие вот этой ситуации, открытие всех коммуникационных связей? Потому что, как было отмечено, опять-таки, сегодня Россия также приветствует развитие интеграционных процессов в нашем регионе. Знаете, есть очень интересная китайская пословица «утолять жажду отравленным вином». Я так думаю, что как раз-таки сегодня те политиканы, которые как раз-таки занимались этим делом, отравляли, скажем так, утоляли жажду своих граждан отравленным вином. На сегодняшний день, в принципе, все вот эти вот возгласы и о том, что, ну, скажем так, реваншистские какие-то отклики, возгласы, они, конечно же, на сегодняшний день просто упали в цене. И на сегодняшний день, я так думаю, что, опять же, основываясь на мудрости армянского народа, в том, что они все-таки в большинстве своем задумываются о том, что ситуация меняется, и это все можно увидеть непосредственно воочию. Конечно же, в этом отношении, как я уже сказал, некоторые реваншистские заявления, и мы знаем, что скоро уже будут выборы парламента. Ну, в принципе, эти реваншистские заявления, они во всяком случае политизируются теми самыми политиками, которые стремятся построить себе такую политическую карьеру в преддвериях выборов. Ну, я думаю, что как раз-таки в этом отношении будут все-таки выигрывать те, скажем так, силы, те политические направления, которые, в общем-то, выступают прежде всего за мирное сосуществование между соседними странами, как раз-таки они получат больше дивидендов, поскольку, опять же, той картой, которая в основном в большинстве, скажем так, теми картами, которые играли другие партии, на сегодняшний день, как я уже сказал, они обесценились только лишь тем, что два президента посетили Шушо, и была подписана Шушинская декларация, об этом, как говорится, поставлена точка всем различным вот этим вот реваншистским заявлениям, которое, конечно же, могло привести только лишь, опять же, возобновлению войны, боевых действий, опять же, лишению жизни граждан, как стоит, так и с другой стороны. Говоря насчет платформы, знаете, очень сложно вообще само по себе говорить, когда мы говорим о 6 или же 3 плюс 3 и так далее, это очень сложная платформа, поскольку всегда есть такая проблема вбивания клина между различными странами, то есть это нормальная внешнеполитическая, скажем так, ситуация в мире, но как раз-таки на вот этих вот платформах всегда имеются вот такие вот, самый важный фактор, наверное, когда какие-то страны, в данный момент, Турция и Азербайджан, имеют очень близкие дружеские отношения, где убить какие-то, скажем так, точки или же проблемы, скажем так, невосприятия невозможно. Конечно же, мы можем сегодняшнее событие рассматривать с точки зрения, значит, сложных матриц геополитических событий, это и саммит, в принципе, где участвовал господин президент, господин Эрдулан. Саммит НАТО вы имеете в виду, в частности, вчерашний? Да, да, безусловно, безусловно, мы можем здесь и рассматривать роль Грузии в вопросе обмена пленных и карты минных полей, то есть это здесь можно, конечно же, рассматривать... Не совсем пленных, а военных преступников, если быть более подробными. Ну, понятно, что, как говорится, здесь можно, опять же, как я уже сказал, мы можем рассматривать и различных ракурсов. Конечно же, здесь мы, как дружественная страна с Грузией, мы должны приветствовать вот эти отношения. И, конечно же, я с большим удовольствием слышу о том, что и Российская Федерация приветствует данный формат отношений. И касательно Зангизурского коридора, безусловно, опять же, здесь точка поставлена в том, что этот коридор будет открыт. Как бы этого не хотели бы наши соседи, сказать по правде, какая-то определенная часть населения. Но в то же самое время, если уж говорить о других каких-то коридорах, о других, скажем, направлениях, о транспортных путях, все возможно, но здесь поставлена определенная точка. То есть сперва Зангизурский коридор, после этого могут подрассматриваться различные варианты, которые будут, безусловно, опять же, включаться в экономические, политические отношения, устойчивые отношения между странами данного региона, Южно-Кавказского региона. Мусуль Малин, вы правильно отметили, что Зангизурский коридор может стать такой отправной точкой для более глобальных и масштабных проектов, где будут, естественно, крупнейшие мировые игроки, как в экономическом, так и в политическом плане, потому что действительно сегодня практически ознаменовалась новая эра для развития двусторонних отношений в еще более глобальном масштабе между Турцией и Азербайджаном, а также и важность для всего мирового сообщества. В частности, на сегодняшней пресс-конференции было отмечено, что подписание такого важного документа, где-где именно в исторической, в культурной столице Азербайджана, это город Шуша, тем более сегодня, 15 июня, это важный, знаменательный день для всего азербайджанского народа, вот важный месседж для всего мирового сообщества, как вы могли бы его озвучить, охарактеризовать, и в частности, каким вам видится. То есть самое главное, что должны здесь отметить для себя мировые лидеры, международные организации, чтобы раз и навсегда понять, в каком русле будет дальше выстраиваться развитие нашего региона, региона Южного Кавказа, Карабахского региона Азербайджанской республики, да и в целом нашего региона. Пожалуйста. Знаете, самый важный тезис в данном вопросе заключается в том, что ничего не скрывается. То есть все отношения, которые, все будущее, то, что как видит Азербайджан, Нагорно-Карабахский регион и прилегающие районы, в принципе, это озвучено и в течение, скажем так, до военных периодов, и во время войны, и на сегодняшний день, послевоенной ситуации, неоднократно господин президент говорил о том, что как видит президент и азербайджанский народ в данный регион. Без всяких каких-то, скажем так, ответвлений. То есть конкретно поставлена задача в том, что этот район, этот регион должен выйти из серой окраски и, в конце концов, включиться не только в систему национальной экономики Азербайджана, не только региональную экономику Южного Кавказа, но и включиться в систему мировой экономики. То есть в этом регионе могут работать и вкладывать инвестиции страны, которые непосредственно хотели бы участвовать с экономической точки зрения, политической точки зрения в данном регионе, Южно-Кавказском регионе. Плюс ко всему, когда я говорю о том, что нет никаких, скажем так, каких-то потаёмных идей в данный момент в этом регионе, я имею в виду, что различные, скажем так, инфраструктурные проекты, опять же, они положены на стол и рассматриваются различные инвестиционные проекты, с одной стороны. С другой стороны, уже есть определенные мероприятия, культурные мероприятия, а эти культурные мероприятия прежде всего показывают всему миру, что это азербайджанский город, это исторический азербайджанский город. Мы должны сказать о том, что будут и различные культурные мероприятия исторического фактора, да, это 250-летие создания Шуши. И очень много разных мероприятий, которых, безусловно, будут участвовать в колледжах граждане Азербайджана, но и, конечно же, и гости из других стран. В конце концов, мировое сообщество должно понять, что Шуша всегда было и будет азербайджанским городом, и более того, это культурный город, который, в принципе, будем говорить это серьезно, когда Шуша находилась в оккупации, говорить о том, что когда-нибудь этот город мог бы стать культурной столицей какой-либо страны, это было, конечно же, нонсенс. А на сегодняшний день это вполне, скажем так, не то, что вполне возможно, а объявлено культурной столицей. Это создание различных культурных инфраструктур, это производственные инфраструктуры, строительство школ, строительство дорог и так далее. Какие еще должны быть месседжи для мирового сообщества, кроме того, что мы уже это сказали? Да, абсолютно. Это очень ясный, довольно четкий месседж, который был обозначен сегодня в историческом, подчеркну еще раз, городе Шуша, азербайджанском городе Шуша. То есть это на фоне всех глобальных событий, которые мы наблюдаем в последние дни, это и саммит НАТО, и саммит Европейского Союза, это и саммит Большой Семерки, и предстоящая встреча Байдена и Путина. То есть такие громкие мировые события, которые мы наблюдаем, и в рамках всего этого еще и подписание такой важной декларации, которая сегодня состоялась в азербайджанском городе Шуша. Я думаю, это громкий месседж для всего мирового сообщества, что Карабах будет развиваться в условиях новой реальности и в условиях новой геополитической составляющей, которую сегодня выстраивает Азербайджан, Турция, Россия в регионе, ну и Армения, если, разумеется, она принимает и признает эту новую реальность, в таком случае она может стать частью крупных проектов. Сейчас с нами на связи еще один очень важный гость, Резван Гусейнов, директор Центра Истории Кавказа. Резван, добрый вечер, здравствуй, добро пожаловать к нам. Добрый вечер, рад вас видеть. Спасибо большое, мы обсуждаем такое историческое, важное событие, подписание Шушинской декларации, которая состоялась сегодня в историческом культурном городе Азербайджанской республики, городе Шуша, и в частности документ, он преследовал две основные темы, как и было подчеркнуто на пресс-конференции. Это первый месседж, важность стабильности и безопасности нашего региона после урегулирования Карабахского конфликта и развитие экономических интеграций, разблокирование всех транспортных коммуникаций, даже прокладка новых путей, которые может создать действительно важный такой интеграционный хаб в нашем регионе. Призыв к сотрудничеству, призыв к диалогу можно ознаменовать, как все-таки этот документ был представлен сегодня. Я хочу, чтобы вы с исторической точки зрения, как историк, возможно, подчеркнули это сегодняшнее событие, то есть такое важное событие, которое действительно войдет в историю. Пожалуйста. Естественно, здесь письма уместны, в том числе и исторические параллели. Но надо отметить, что Шушинская декларация о союзничестве, как она называется и переводится, давайте запомним, именно так она называется, Шушинская декларация о союзничестве между Азербайджаном и Турцией. Она охватывает практически все сферы, о чем, наверное, было уже заявлено и до меня, и что широко обсуждается. Но я хочу сосредоточить внимание наших зрителей на одной очень важной детали, которой коснулся сегодня в Шуше в своем выступлении президент Азербайджана Ильхам Али. Он отметил, что Шушинская декларация является продолжением Карского договора 1921 года, который ровно 100 лет назад был подписан. И очень символично, что 100 лет спустя этот договор в силе. И если мы коснемся того, в чем же особенность Карского договора, почему именно в Шуше, после подписания Шушинской декларации президент Азербайджана вспомнил о Карском договоре 1921 года, то здесь ясно становится, что, во-первых, Карский договор, он делимитировал и обозначил границы, как между Турцией и тогда большевистской Россией, а также между странами Южного Кавказа и Турцией, а также между тремя странами Южного Кавказа, то есть между Арменией, Азербайджаном и Грузией. В чем смысл этого месседжа? То есть мир, процветание и стабильность, которые были очерчены по результатам Карского договора 1921 года, они остаются в силе. То есть и Россия, и Турция, и Иран, и другие внешние игроки полностью согласны с теми событиями и с теми документами, которые были подписаны сегодня в Шуше. Более того, по Карскому договору, а также по Шушинской декларации подтверждается незыблемость границы по реке Аракс, то есть это граница между Азербайджаном и Ираном, между Турцией и Нахчеваном, между Турцией и Арменией, между Турцией, Дальше и Грузией. Более того, ссылка на Карский договор, который не утратил свою силу и является международным документом, подтверждает то, что Азербайджан может опираться на этот документ, в том числе при делимитации и демаркации своей границы с Арменией. Почему? Потому что уже после Карского договора, в течение 70 лет, когда Азербайджан находился в составе СССР, к сожалению, неоднократно значительные территории Азербайджана без согласия азербайджанского народа передавались Армянской СССР. Значит, ссылаясь на Карский договор, президент Азербайджана дал понять, что данные передачи этих земель в советское время противоречили основному международному документу, Карскому договору, и Азербайджан, в том числе при делимитации, демаркации границы с Арменией, будет придерживаться этого документа, который продолжает оставаться в силе, который признают и Турция, и Россия, и все три страны Южного Кавказа. Бизван, вы отметили очень четко с исторической точки зрения и историю Карского договора, насколько важен сегодняшний документ в дальнейших политических процессах, которые будут развиваться в нашем регионе. Расскажите нам, пожалуйста, еще о важной роли Турецкой республики в становлении и обеспечении стабильности мира всего Южного Кавказа. Я думаю, сегодняшние встречи и подписание такого важного документа также ознаменовали и важную роль Турции, которую она взяла на себя и в дальнейшем готова продолжать нести в сотрудничестве, конечно же, в содружестве вместе с Азербайджанской республикой. Несомненно, подписанная сегодня Шушинская декларация о союзничестве является серьезным документом и возлагает, в том числе на турецкую сторону, очень большие обязательства. Мы знаем, что президент Турции буквально прилетел с саммита НАТО, напрямую прилетел в Баку и в Шушу. Не в Баку, а напрямую прилетел и прибыл в Шушу. То есть то, что было подписано в Шушу, оно известно, одобрено и поддерживается ведущими державами мира. Безопасность в регионе, в нашем регионе, и роль Турции в обеспечении стабильности и безопасности, несомненно, возросла теперь на порядке. Более того, мы знаем, что согласно Шушинской декларации будет взаимодействие на самом высоком уровне руководства Министерства обороны Турции и Азербайджана. Это в том числе и подготовка военных кадров. Это, значит, кроме кадровой политики, естественно, взаимное, совместное планирование операций, подготовки, темпа безопасности, учений. Более того, это сращивание наших военно-промышленных комплексов. Значит, Азербайджан приобретает все новейшие технологические военные разработки, в том числе и космические, которые есть и в Турции, и в ее партнерах. Будет широко осуществляться производство этих новых видов вооружений в Азербайджане. То есть, фактически, данный договор, декларация, дает Азербайджану возможность не только обеспечить стабильность в мире, в регионе нашем, но и твердо быть уверенным в том, что никто не сможет посягнуть, и даже подумать о том, чтобы составить какую-то угрозу для Азербайджана. Это очень важный элемент, и он остудит некоторые горячие головы, которые думают о реванше. И здесь речь идет не только об Армении, но и о некоторых ее, скажем так, партнерах, которые надеются на то, что через определенное время они смогут нарушить стабильность в нашем регионе. Я думаю, что это пройденный этап, и Шушинская декларация, кроме составляющей экономической, транзитной, логистической, культурной, в первую очередь, она несет, естественно, очень серьезный военно-политический месседж для региона, и стабильность наша будет намного выше после того, как мы подписали данную декларацию. Вот вы, в частности, отметили стабильность развития региона, военно-политическое, экономическое сотрудничество, ведь все это как раз таки предрекали эксперты и журналисты, когда говорили о важности документа, который планировался еще быть подписан, и в частности после как раз таки обозначили, что военное направление это одно из главных путей, которые будут развиваться в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Турцией. На ваш взгляд, в частности, на каких из этих аспектов, которые были подчеркнуты в сегодняшнем документе, странам необходимо концентрировать особое внимание? Как вот мы до этого с муслимой Алимом обсудили, президент Турции Реджеп Тайя Портаган отметил, что это своего рода начало пути развития сотрудничества во принципу 3 плюс 3. Тут и экономика, тут и политика, тут и, разумеется, военное партнерство. Отношения между двумя нашими странами развиты на самом высшем уровне. На ваш взгляд, на чем особенно должны концентрировать свое внимание страны, для того, чтобы это принесло дополнительные перспективы и бенефиций для всего региона, в частности обеспечения стабильности и безопасности? Несомненно, Азербайджан за весь период обретения, восстановления своей независимости давал понять, что экономическая составляющая и взаимовыгодные интересы выше, чем политическая или какая-то военная составляющая. То есть мы делаем политику ради экономики, ради стабильности и развития, а не наоборот. У нас экономика не подчинена политике. Это очень важный элемент. И то, что произошло в Шуше, оно как бы развивает вот эту линию. В том числе, допустим, я хочу особо отметить, что серьезным успехом будет предстоящее открытие консульства Турции в Шуше. Это очень символично. Благодаря этому можно будет, естественно, очень оперативно давать поддержку, логистику тем транзитным и иным проектам, которые будут осуществляться, инфраструктурным проектам, которые будут осуществляться в Карабахе. Естественно, очень важным элементом является разблокировка всех маршрутов, в том числе создание Зангизурского коридора, что очень важно. И отдельно было отмечено как президентом Азербайджана, так и президентом Турции. То есть неоднократное, скажем так, повторение важности Зангизурского коридора говорит о том, что и по этому вопросу есть согласие всех стран, то есть всех, я бы сказал, шести стран, в том числе и Армении. Потому что если мы обратим внимание на те логистические транспортные маршруты, в том числе будущие, которые будут и через Зангизур, эти вопросы обсуждены и подтверждены на уровне и государств, и межправительственных комиссий. То есть в Армении еще, я бы сказал, до Пашиняна знали о том, что в перспективе будут эти проекты. И единственное, что создавало препятствию, то есть на словах Армения говорила одно, а на делах старалось затормозить, остановить то, что, как говорится, подписало на различных уровнях. Поэтому войсковая операция Азербайджана, 44-дневная война успешная, смогли сделать то, чего не могли объяснить армянской стороне миром на дипломатическом уровне. Разблокировка нашего региона, создание Зангизурского коридора пойдет на пользу, на стабильность, на развитие всех стран, на широких просторах Евразии и даже глубже, дальше нее. Ну а тем более для Армении, которая является на данный момент тупиком, своего рода депо, где заканчиваются и не начинаются никакие проекты. И именно разблокировка данного коридора Зангизурского позволит Армении как-то относительно быть стабильной. Я думаю, что в глубине души большинства трезвомыслящих армян, это понимают, и в ближайшее время мы, естественно, в том числе и увидим с армянской стороны голоса трезвых людей, трезвые голоса тех, кто понимает и готов сотрудничать с Азербайджаном по этой теме. Маслим Алиум, у меня к вам будет еще один дополнительный вопрос, в частности, те реваншинские высказывания, те враждебные высказывания, которые порой звучали как со стороны Армении некоторых кругов, ну и также со стороны некоторых политических деятелей, которые представляли мировое сообщество, мировом сообществе имеют представители политических кругов тех или иных стран. Как вы считаете, сегодняшнее событие, в частности, подписание, опять-таки, Шушинской декларации о союзнических отношениях между Турцией и Азербайджаном, сумеет ли это положить конец всем этим реваншистским настроениям, которые либо звучали напрямую, как я уже сказала, с республики Армения, либо откуда-то извне с единственной целью подорвать тот хрупкий мир, который благодаря Азербайджану удалось установить в нашем регионе. Ваше личное мнение? Мое мнение таково, что я лично общаюсь, если я общаюсь в различных конференциях, в различных встречах и так далее, по роду своей деятельности, мне часто приходится выезжать, участвовать в международных мероприятиях. Так вот, я могу только лишь говорить с точки зрения, то есть, со стороны, скажем так, интеллигенции Армении. Я так думаю, что как раз-таки вот эта часть армянского населения, армянского народа очень хорошо понимает ситуацию, которая на сегодняшний день сложилась. И думаю, что даже если и посещали такие мысли, то если они даже не улетучились в одно мгновение, но, как говорится, поубавилось, безусловно. И в то же самое время, опять же, знаете, по ходу, по роду своей деятельности, я очень часто читаю статьи армянских экономистов, коллега, которые, в принципе, и до, скажем так, до военного периода всегда рассматривали, как раз как-то призванное, он очень правильно сказал, что отсутствие транспортных сообщений, транспортных коридоров, соответственно, безусловно, вот эта экономическая блокада, в которой находилась Армения, всегда мешала для экономического развития армянской экономики. Ну, а на сегодняшний день как раз-таки все это предлагается. Все это предлагается, и если даже сейчас брать просто вот эти вот статьи и говорить о том, что, ну, ребята, вы же ведь об этом писали, вы же ведь говорили о том, что нужно, в конце концов, когда будет расплакировка, вот тогда у нас будет экономический рост, экономическое процветание, в конце концов уменьшится миграция населения в другие страны и так далее и тому подобное. На сегодняшний день это же возможность есть. Просто возьмите и почитайте свои статьи, которые вы писали, и не только для внутреннего, скажем так, читателя, но и для всего мира, в различных журналах, читали лекции в различных университетах. Как раз таки просто вспомните то, что вы говорили, а также заявление, когда обвиняли Азербайджан и Турцию в том, что мы являемся главным препятствием для развития экономики Армении. На сегодняшний день же этого нету. Сегодня это все проблемы эти решены. Безусловно, есть. Конечно, мы понимаем, все понятно. Для нас, народа, для той страны, которая 30 лет жил, в таком вот, который на себе перетерпел, вот это вот чувство военного поражения и так далее. Мы очень хорошо все понимаем, но сегодня нужно смотреть уже мир, на мир уже другими глазами. Более, скажем так, рассветительно смотреть, что происходит на сегодняшний день. Ведь Резвамя Алим сказал, кстати, об открытии генконсульства. Это очень важный фактор. Это очень важный фактор. Я бы сказал бы, что не только носит символический характер, это носит очень такой вот довольно-таки огромный политический фактор. И плюс ко всему еще, когда мы говорим о том, что заключен в принципе союзнический договор, это Шушинская декларация, это союзнический договор, при котором, в общем-то, определяют многие позиции исторического фактора. Здесь уже, как говорится, невозможно будет рассматривать то, что было уже, скажем так, с той позиции, с которой хотелось бы смотреть некоторым, скажем так, кругам армянского общества. Плюс ко всему, если говорить конкретно об экономике, сегодня нужно смотреть на мир уже другими, скажем так, постпандемической ситуации. Сегодня совсем другая картина. Сегодня экономические интересы между странами являются важными, а важными факторами. И здесь самый важный фактор в чем заключается? Когда геополитические дивиденды непосредственно отпечатываются на экономических интересах стран, что в принципе происходит на сегодняшний день между Азербайджаном и Турцией. То же самое, все страны, которые непосредственно входят в данный регион, также рассматривают свои интересы с этой точки зрения. То есть, с одной стороны, геополитические маневры, скажем так, как-то геополитические направления и экономические дивиденды. Ведь Азербайджан, в принципе, восстанавливая свою территорию, непосредственно открывает инвестиционные возможности для всех дружественных стран. А Азербайджан все эти последние 30 лет конкретно показал свои четкие и открытые партнерские отношения. В принципе, в этом-то и заключается в том, что между Азербайджаном и Турцией сложились вот такие вот отношения. Будем все-таки честно говорить о том, что могло бы быть и по-другому. Давайте все-таки честно говорить. Очень много стран, которые и язык одинаковый, и религия, и много-много чего другого. Очень общие. Но отношения такие, как Азербайджан и Турция, можно сказать, сложно найти. Вот давайте как раз-таки более детально по теме подхода Азербайджана к новой геополитической реальности. В данной ситуации это подход Азербайджана и Турции, постпандемическое развитие. Ведь действительно, Азербайджан, страна, которая спустя практически 30 лет сумела освободить свои доселе оккупированные Арменией территории, могла бы в первую очередь сконцентрироваться именно на восстановительных работах, на процессе разминирования. К сожалению, Армения не предоставила все карты минных полей. Процесс очень долгий, затруднительный. Все-таки могла бы больше концентрировать внимание на это. Но нет, Азербайджан думает именно о развитии, думает о сотрудничестве, о бенефициях, которые будут представлены не только нашей стране, нашей республике и нашему народу, но и всему региону в целом. Об этой теме я бы хотела более подробно побеседовать с нашим экспертом, который сейчас с нами на связи. Фикрят Садыков, политолог, профессор Западно-Каспийского университета. Фикрят Малим, здравствуйте. Фикрят Малим, вы меня слышите? Да, я вас слышу, Анастасия. Фикрят Малим, здравствуйте еще раз. Вот как раз-таки об этой воле Азербайджана, о сегодняшнем важном событии, о том, насколько это важно для всего нашего региона, о постпандемическом развитии, насколько Азербайджан открыт для сотрудничества и готов при содействии, при взаимно-партнерских, при выстраивании взаимно-партнерских интересных отношений выстраивать вот эту новую геополитическую повестку в нашем регионе. Хочу услышать ваше мнение обо всем этом, пожалуйста. Да, несомненно, в регионе создана новая геополитическая ситуация. Она практически способствует сближению, еще большему сближению, еще большему повышению союзнических братских отношений между Азербайджаном и Турцией. И в этом плане подписание декларации, Шушинской декларации, это, конечно, как бы логический итог многолетнего сотрудничества, двусторонней координации и на международной арене, и в формате двухсторонних отношений, и в рамках международных организаций между Азербайджаном и Турцией. И тот факт, что президент Турции прибыл в Баку после 44-дневной войны, после освобождения Азербайджаном своих территорий, после саммита НАТО, после встречи с лидерами ведущих государств в Брюсселе, тот факт, что он прибыл сюда 15 июня, в День национального спасения, говорит об очень многом. Это все очень символично, но за этим стоят конкретные факты, конкретные инициативы, которые легли в основу этой декларации, которая была подписана в культурной столице нашей страны. Я думаю, что уверен практически, что Азербайджан высоко оценивает морально-политическую поддержку Турции в течение всех 44 дней военных действий, освобождения и восстановления территориальной целостности. А декларация, визит президента Турции, он, несомненно, послужит укреплению стабильности и безопасности в нашем регионе. Мы, кстати, дезавуированы и опасения различные многих аналитиков, экспертов, которые опасались создания здесь военной базы, введения войск НАТО, направленности на какие-то третьи страны, все это оказалось пустым звуком. И вот в декларации все это нашло свое отражение. Наша задача укрепления безопасности и стабильности в регионе. Наша главная цель это восстановление наших отношений с соседними государствами. Обеспечение безопасности и стабильности. Да. И мы и сегодня не отказываемся от сотрудничества с Арменией. И, кстати, президент Турции выступая, он напомнил о платформе шести государств и о той инициативе, которая была высказана еще в период его пребывания во время военного парада в Баку. Мы сегодня привержены этому фактору. но мы в первую очередь защищаем свою территориальную целостность. И мы не допустим, мы никогда не допустим возрождение какого-то реваншизма, возрождение и агрессивных каких-то действий против своей страны. Потому что мы сегодня слышим, я не знаю, можно ли это предвыборной кампании, а может быть, это действительно какие-то реальные высказывания и ожидания со стороны некоторых кандидатов в депутаты, в частности Качаряна, который говорит, что он будет освобождать Гадрут, Шушу и так далее. Понимаете, вот это вот пустословие сегодня, оно наткнулось на ясный, четкий, конкретный месседж, который отправили ему два президента. Президент Ильхам Алиев и президент Турция Эрдоган, мы еще раз дали понять всем этим силам, что наше братство, наши союзнические отношения носят вечный характер, и мы никогда не отступимся от этого. И вот это вот активное военное сотрудничество, я думаю, оно должно удерживать реваншистов от подобного рода различных заявлений в адрес Азербайджана. по сути вот мы ожидали именно такого результата визита турецкого президента в Азербайджан. И то, что декларация, а там это сказано, декларация практически опирается на карские соглашения, там проводится такая аналогия, это очень важный элемент, потому что карское соглашение, подписанное в 21-м году, гарантирует территориальную целостность Нахичевани, Турция является гарантом этой части территории Азербайджана, а сегодня она практически является гарантом и Нагорного Карабаха, и в целом Карабаха, и вообще в целом части территории Азербайджана. И это очень важно, это по сути является достижением и дипломатической победой Азербайджана, Турции и его совместных скоординированных действий. В частности, важно отметить и роль России, которая сегодня также отмечалась, ведь в контексте именно трехстороннего заявления, которое было подписано между Россией, Азербайджаном и Арменией, в частности, и сегодня совместный военный мониторинговый центр российско-турецкий, который действует на территории Азербайджанской республики, в частности, все это было также подчеркнуто, как важность сохранять стабильность и безопасность в нашем регионе. Но вы правильно отметили, что Турция была, есть и будет рядом с Азербайджаном, и это был очень громкий месседж для всего мирового сообщества в свете последних крупных мировых событий, которые мы наблюдаем в последние дни. Это действительно был очень громкий месседж. Вот в частности, если поговорить более тесно о военном сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном, о роли России в регионе, об обеспечении безопасности и стабильности, вы же сказали сейчас буквально, что есть, к сожалению, звучат еще реваншистские настроения, может, как мы и до этого отмечали, это всего лишь предвыборная кампания, может, что-то большее мы узнаем со временем. В целом, насколько вот этот месседж был ясно воспринят, насколько Россия, Турция и Азербайджан в дальнейшем будут выстраивать вот эту повестку для того, чтобы платформа 6 или сотрудничество в формате 3 плюс 3 все-таки было реализовано и принято всеми возможными участниками нашего региона. Да, я согласен, конечно, там действительно было специально указано о том, что турецко-российское совместный мониторинговый центр, это важная составная часть турецко-российского сотрудничества в Карабахе, в Азербайджане, и она будет, этот формат, он, несомненно, будет тоже способствовать укреплению стабильности и безопасности в нашем регионе. Это первый фактор. Второй фактор, он связан с тем, что, ну, скажем, откровенно, некоторые горячие головы за пределами Азербайджана утверждали, что это делается в обход Москвы, это здесь будут привлечены войска НАТО, создана военная база Турции. Все эти практически высказывания, они полностью дезавуированы. Сотрудничество, братские отношения, союзнические отношения, они основываются на суверенных правах, на самостоятельной позиции, и в то же время на полной координации вот этих союзнических взаимоотношений между Азербайджаном и Турцией. Мы открыты для сотрудничества и с другими государствами. И я уже упоминал эту платформу шести государств. Сегодня мы активно и тесно сотрудничаем и с Россией. Российский миротворческий контингент, он находится в Ханкенде, но это не значит, что у нас нет других интересов, нет других приоритетов во внешней политике. И мы укрепляя взаимоотношения, повышая уровень союзнических отношений с Турцией на более высокий уровень, даем понять, что наше сотрудничество, наши союзнические братские отношения, они не направлены против третьих стран, они не нацелены на какие-то агрессивные устремления. Все связано только лишь с укреплением и безопасностью нашего региона. Мы хотим создавать мы хотим восстанавливать, мы это уже делаем. Мы делаем это с помощью многих зарубежных крупных компаний, транснациональных компаний. Мы сегодня уже там скоро будет завершено строительство аэропортов, трассы, инфраструктура будет создаваться. То есть мы идем по пути мирного созидательного строительства. и в этом плане мы открыты для всех стран нашего региона и тех стран, которые заинтересованы в том, чтобы внести свою лепту в это сотрудничество и создание этой безопасности, региональной безопасности у нас на Южном Кавказе. Я хочу спросить вас в частности как дипломата открытие генерального консульства в азербайджанском городе Шуша в ближайшем будущем, что также было отмечено сегодня. Важная значимость этого события, на мой взгляд, как уже отмечали наши эксперты, сегодня это действительно своего рода также историческое событие, которое должно отразиться практически как знаменательное событие и в дипломатии в том числе. Несомненно, это очень важное событие, важный фактор. Это говорит о том, что Турция высоко ценит наши дипломатические отношения, весь наш дипломатический исторический багаж и открытие генерального консульства Шуше, культурной столицы нашей страны, говорит о необходимости еще большего расширения наших дипломатических и консульских взаимоотношений с Турцией. И я в этом убежден, по сути, генеральное консульство в каком-то городе не означает деятельность этого консульства только в самом этом населенном пункте. Там будет очень большой консульский округ, это будет способствовать расширению прибытия туда туристов, политических, государственных деятелей, людей, которые хотели бы ознакомиться с достопримечательностями, бизнесменов, людей, которые готовы сотрудничать с Азербайджаном на экономическом, на бизнес-уровне. генеральное консульство это предприятие, учреждение, которое занимается, кстати, консульско-правовыми и так сказать, конкретными вопросами связано с важными визовыми вопросами. И здесь сфера нашей деятельности, сфера нашего дипломатического ведомства, она, конечно, расширяется, она дает возможность шире и активнее смотреть на происходящее все это в будущем. А генеральное консульство Турции Шуше говорит уже не только об укреплении чисто дипломатических отношений, это уже и укрепление правовых норм, правовых различных уз, и консульская служба это та служба, которая будет заниматься как раз теми вопросами, которые связаны с проблемами граждан, взаимными визитами, с оформлением различных документов, подтверждением этих документов на правовом уровне. Я думаю, что это очень серьезная страница в истории турецко-азербайджанских отношений. Я бы даже более обширно заострить внимание на этом аспекте, то, что Азербайджан уделяет значительное внимание развитию культурной составляющей города Шуша, культурной столицы Азербайджанской республики. В частности, вы, прайан, отметили, открытие консульства подразумевает частые визиты, визиты туристов, крупных делегаций. Вот такие крупные фестивали, как фестиваль, культурный фестиваль Хары-Бюльбюль, в частности, говорит ли это все о том, что именно в городе Шуша планируется проведение крупных мировых глобальных культурных событий, которые будут сплачивать представителей культуры из разных стран, представителей различных этнических групп, народы, будут приезжать именно в город Шуша для участия в различных крупных культурных мероприятиях? Совершенно правильно. Во-первых, начнем с того, что между Азербайджаном и Турцией не существует визового режима. Это очень важно. И генеральное консульство Турции, которое открывается там, конечно же, это очень серьезный фактор, который будет способствовать оформлению различных документов с тем, чтобы расширить сферу пребывания там различного рода, различного уровня делегаций, граждан, бизнесменов, людей, которые будут пребывать туда и с экономическими задачами и целями. И, несомненно, это будет связано с расширением самого фестиваля, с его разнообразием фестиваля Харабюльбюль. Там будут участвовать наверняка многие представители и ряда других государств, ряда других стран, деятели культуры, что не менее важно для пропаганды достижений азербайджанской культуры, ее национальных особенностей, ее, так сказать, музыкальной и иной сферы искусств и культуры, потому что на фестивале, который прошел уже недавно, мы убедились в том, что подобные мероприятия, они имеют очень широкий отклик, они очень позитивно воспринимают международной общественностью, прежде всего, конечно же, культурной общественностью, деятелями культуры, но вот эта деятельность генерального консульства, она, конечно же, несомненно, будет способствовать расширению этих возможностей и быть как бы главным фактором, связующим звеном, способствующим расширению нашего культурного сотрудничества с странами, с людьми, с кругами, которые должны пребывать, хотят присутствовать и будут присутствовать на различного рода фестивалях, мероприятиях, которые будут проводиться в культурной столице нашей страны. Культурной столице нашей республики, Азербайджанской республики, очень четко вы подметили все эти направления в культурной деятельности, в культуре, которые могут связать не только Турцию и Азербайджан, но и, в частности, весь наш регион, в том числе и в вопросе культурного взаимодействия. Сейчас с нами на связи также депутат Азербайджанского парламента Расим Мусабеков. Расим Малим, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте, Расим Малим. Такое важное событие. Мы продолжаем обсуждать важный документ, который сегодня был подписан в культурной столице Азербайджанской республики, в городе Шоша, в Шошинской декларации союзнических отношений Турции и Азербайджана. И, как мы уже отметили, все те пункты, которые были перечислены в декларации, экономика, политика, сотрудничество в военной сфере, это все направлено на еще больше интеграцию и развитие двусторонних отношений, а также развитие всего нашего региона. Еще раз повторюсь, не против кого-либо, а именно на благо развития всего региона. Я хочу заслушать как раз-таки ваше мнение, как эксперта и как депутата Азербайджанского парламента о значимости этой декларации для всего нашего региона и для двух стран, в частности, для Турции и Азербайджана. Любой документ, это, конечно, юридические документы, в первую очередь его принятие означает дальнейшее углубление стратегического союзничества Азербайджана и Турции. Потому что у нас ведь, в общем, достаточно мощная, всесторонняя договорно-правовая база, она существует. И вот ее развитие осуществляет в том числе и через принятую декларацию в Шушевской декларации. Здесь важен момент еще и такой, что где он принят этот документ? Он войдет в историю именно как документ, подписанный в Шушевской. Я думаю, что это тоже очень важно и символическое, и с исторической точки зрения. И, наконец, конечно же, у любого документа, помимо договорно-правовой, еще и, скажем так, моральный, политический контекст. Очень важный политический контекст заключается в том, что это месседж для всего мира, для регионов мира и для армян, и для тех стран, которые покровительствуют Армении. Никакого даже намека не должно быть и мысли не должно быть о том, чтобы переиграть проигранную армянами захватническую войну. Что это вопрос не только Азербайджан и какие бы покровителей у Армении не было, какие бы они глупые замыслы не вынашивали, они должны понимать, что перед ними коллективная воля 85-миллионной Турции и 10-миллионного Азербайджана. Это та сила, перед которой никакие реваншистские идеи не могут иметь сколько-нибудь реальной перспективы. Ну и наконец это моральный аспект этого и визита в Шушу и принятие декларации, что наши народы считают себя братскими. Один народ и два государства. И в этом смысле это еще скажем так очень важная скрепа объединяющей наши народы в единое целое. я полагаю что принятие и сам визит и то что он начался в Физуля где работают активно турецкие подрядчики и завершают работу по строительству международного аэропорта. Что идет дорога Победы которые прокладывает сейчас Шушу она тоже в значительной степени осуществляется этой работы турецкими строительными турецкими фирмами турецкими подрядчиками. И я думаю что сам визит президента Эрдугана друга брата нашего президента и нашей страны он тоже в общем в этом смысле и очень серьезный моральный имеет скажем контекст для того чтобы и наши народы и турки и азербайджанцы чувствовали что их единение продолжается и развивается скажем ведомые президентами и Азербайджана и Турции. Резван вы меня слышите? Хочу адресовать следующий вопрос к вам в частности вот как было отмечено углубление сотрудничества между Турцией и Азербайджаном оно ведь может поспособствовать и развитию отношений в других сферах как скажем в борьбе с терроризмом в обеспечении стабильности не только в нашем регионе но и в общем плане буквально вчера на саммите НАТО практически все участники отметили важную роль Турции в обеспечении безопасности восточных границ Североатлантического альянса о вкладе Турции в борьбе с терроризмом о важной роли Турции на Ближнем Востоке в Афганистане о важности сотрудничества Турции с рядом стран нашего региона так вот в частности на ваш взгляд как сегодняшнее событие может сплотить еще сильнее Турцию и Азербайджан в борьбе с общими вызовами которые волнуют все мировое сообщество и насколько это повысит статус Азербайджана в глазах мирового сообщества еще выше очень интересный аспект дело в том что надо учитывать что к сожалению угроза террористическая для Азербайджана она еще имеет место то есть несмотря на то что мы победили 44-дневную войну нельзя сбрасывать со счетов как реваншистские настроения в Армении некоторых политиков которые возможно конечно используют предвыборную гонку но мы видим что те провокации которые происходят на армяно-азербайджанской границе те террористические акты в том числе теракт против журналистов в Кельбаджаре когда погибли и журналисты и представители администрации Кельбаджара минирование о чем с гордостью говорит армянская сторона и высказывание различных так называемых полевых командиров а по сути это террористы их высказывание и угрозы в адрес Азербайджана говорят о том что да впереди еще предстоит определенный этап когда по всей видимости Азербайджану придется проводить в том числе и мероприятие по зачистке от террористов это не исключено и здесь международная правовая база очень важна здесь важна поддержка Турции и других зарубежных партнеров потому что они должны прекрасно быть осведомлены и понимать что Азербайджан борется у себя на территории с террором что Азербайджан страна которая за последние 30 лет столкнулась с массовым террором свыше тысячи терактов было в Азербайджане за прошедшие 30 лет и на транспорте на водном транспорте страшнейший теракт в метрополитене и на автобусах и в помещениях различных то есть эта тема еще актуальна поэтому я думаю что нельзя сбрасывать со счетов то что впереди еще Азербайджану придется осуществлять определенные меры антитеррористической операции в том числе и в Карабахе и естественно как мы отметили здесь серьезная нам нужна поддержка мирового сообщества оно должно понимать и поддерживать те акции которые возможно вынуждены будут проводить Азербайджан здесь я еще раз хочу коснуться темы генконсульства которое откроется в Шуше турецкое генконсульство кроме этого здесь открываются перспективы того что и другие страны наши партнеры вслед за Турцией наверное откроют свои консульства в Шуше потому что консульство это естественно и экономическая составляющая то есть ну и вопросы безопасности тоже более того наличие консульства иностранных стран в каком-то городе еще выше поднимает его статус и сто раз подумают наши недруги прежде чем что-то вытворить потому что мы знаем что опять-таки угроза терроризма полностью не ушла и на этом фоне несмотря на то что в общем значительная часть стран мира нас поддерживает при этом есть группа стран которые традиционно поддерживают Армению и несмотря на то что даже сейчас они понимают что фактически они сами себе выстрелили в ногу то есть поддержка армянской оккупации и то что они осуществляли эти страны в период 44-дневной войны против Азербайджана лишило и лишит их полностью участия в тех инфраструктурных и иных инвестиционных проектов в Карабахе которые послужат и принесут пользу всем поэтому я думаю что эти страны тоже постепенно будут отходить от этой антиазербайджанской риторики и даже если они на словах будут что-то говорить то в делах своих они вынуждены будут учитывать реалии региона в этом контексте совершенно верно то есть фактор безопасности он в этом документе в Шушинской декларации о союзничестве является номер один именно тема безопасности она является скажем так сердцевиной подписанного подписанной декларации ну естественно плюс и экономическая логистическая составляющая культурная и другие Муслим Алим хочу вернуться к обсуждению экономической составляющей сегодняшней декларации важного документа в частности говоря об экономическом взаимодействии Турции и Азербайджана это не только скажем открытие коммуникационных связей разблокирование Зангизурского коридора налаживание экономической интеграции но и в то же время это взаимные инвестиции это увеличение товарооборота это сотрудничество в технической сфере в строительстве умного города умного села на что сейчас Азербайджан уделяет колоссальное внимание чтобы все соответствовало современным стандартам на ваш взгляд насколько сегодняшний документ ускорит этот процесс как это отразится на выстраивание вот этой новой экономической повестки в нашем регионе в соответствии с международными стандартами на что в частности обращают внимание и страны Европейского Союза и крупные организации насколько это придаст стимул развитию и привлечет внимание мирового сообщества к тем процессам которые развиваются у нас здесь в регионе Анастасия есть такой термин который очень в последнее время достаточно очень часто используется по крайней мере для постсоветских стран это международная инвестиционная позиция или же позиционная так вот я могу уже как экономист в принципе спрогнозировать что вот этот вот уровень международной инвестиционной позиции Азербайджана конечно же повысится это связано во-первых с тем что есть ненасыщенность определенной скажем так части национальной экономики Азербайджана инвестициями которая в общем-то может не то что может а в принципе теоретически и практически дать достаточно высокую отдачу от инвестиций разговор идет о восстановлении то есть когда мы говорим о восстановлении мы говорим о восстановительном росте который в принципе имеет довольно-таки высокую инвестиционную и высокую норму прибыли. В этом отношении, конечно же, все инвестиции будут иметь очень высокий уровень возврата. С этой точки зрения, конечно же, большинство компаний, международных компаний, стремятся попасть в тот самый регион, где происходит восстановление. Поскольку при восстановлении имеется возможность не только вкладывать какие-то, скажем так, инфраструктурные проекты, но плюс ко всему еще, скажем так, инвестировать на будущие технологии, то есть инновационные технологии. Рассматривать, насколько они приживаются, насколько они имеют, скажем так, определенное свойство возобновления других определенных каких-то технологий. Это очень-очень интересная часть, вообще, само по себе, инвестирование, восстановление территории. Это отдельная, можно сказать, часть экономической политики, которая, в общем-то, как я уже сказал, имеет очень высокий уровень взаимодействия, скажем так, стран друг с другом. Почему? Потому что есть еще одно такое понятие, как инвестиционный баланс сил, когда страны, в общем-то, определяют, выстраивают свои отношения на основе, скажем так, результирующего показателя инвестиционных вложений. То есть, какая страна имеет возможность вкладывать в определенный регион на определенных, скажем так, долевом участии. Когда мы это говорим, конечно же, мы здесь опять возвращаемся к платформе 6. То есть, страны, которые имеют возможность вкладывать свои инвестиции. Не только, скажем так, здесь уже, когда мы говорим об инвестициях, это очень большой, скажем так, сектор мировой экономики. Здесь я разговариваю, идет о фондовом, финансовой, само по себе инфраструктуре, мировой финансовой инфраструктуре, влучение, допустим, определенных кредитов по меньшей процентной ставке и вкладывание в более прибыльные инвестиционные проекты. То есть, здесь посмотрите, какие возможности. Потому что страна, даже не имея определенных каких-то инвестиционных, скажем так, внутренних средств, имеет возможность привлекать взаимные средства и вкладывать их в высокоприбыльные инвестиционные проекты. А, как я уже сказал, как раз-таки восстановление экономики. В данный момент, когда мы говорим о восстановлении наших территорий, которые были оккупированы, так вот, эти территории, они уже заведомо являются высокоприбыльными проектами для многих международных компаний, которые, безусловно, будут с большим удовольствием искать различные возможности, чтобы участвовать в этом. Но, как уже было сказано, здесь идет разговор о том, насколько Азербайджан мог проводить свой, имеется в виду, не мог, а как проводил свою геоэкономическую политику. В данный момент Шишинская декларация показала эффективность этой политики. И в этом отношении, конечно же, есть целый ряд государств, которые имеют дружеские отношения с Азербайджаном. Конечно же, эти государства имеют определенные возможности вкладывать свои инвестиции в освобожденную территорию. И, конечно же, складывать определенные мульти, скажем так, вот такие вот взаимные отношения. Это могут быть различные проекты, совместные проекты развития, скажем так, и, как мы уже сказали, в принципе, умные города, умные села. Это, в принципе, сегодняшние вызовы, это вызовы постпандемического периода, когда без... Это и есть, в принципе, когда государство начинает вкладывать и строить умные города и умные села. Это, в принципе, первый показатель того, что страна выходит из пандемического периода. И, конечно же, Азербайджан будет использовать эту возможность. И все другие страны, которые имеют дружеские отношения с Азербайджаном, также будут пользоваться этой возможностью. Конечно, мы в последнее время видим, что все больше и больше мировых игроков заостряет свое внимание на нашем регионе. В частности, именно на сотрудничестве с Азербайджаном, потому что видят надежного и стабильного, предсказуемого, что в бизнес-сфере это очень важно, партнера. В частности, говоря про военное сотрудничество, опять-таки, возвращаясь к этому вопросу, документ подразумевает организацию скоординированной деятельности силовых и управленческих структур вооруженных сил, что очень важно для обеспечения безопасности не только в нашем регионе, но и как раз-таки международной безопасности. Планируется проводить регулярные совместные заседания Совета безопасности обеих стран по вопросам, как я уже сказала, региональной и международной безопасности, что отражает, в частности, национальные интересы стран. Как вы считаете, насколько это будет способствовать становлению более, я бы сказала, стабильного и предсказуемой ситуации и обстановки не только в нашем регионе, но и в глобальном масштабе, и насколько эта скоординированность силовых структур, скоординированность действий может открыть дополнительные перспективы в обеспечении безопасности и стабильности всего нашего региона в сотрудничестве и уже далее с третьими странами? Анастасия, в общем, эта работа ведь не с нуля. У нас есть соответствующий формат, когда обсуждается стратегическое партнерство высокого уровня, когда один раз в Турции, один раз в год в Азербайджане проводятся встречи с участием глав государств, представителей внешнеполитического ведомства, финансовых, структур безопасности. Обсуждается вот этот комплекс вопросов, о которых вы сейчас говорили. Будет просто развиваться. В общем, если вы посмотрите, мы интенсивно проводим совместные учения и в Нахичеване, и на основной территории Азербайджана, и в Турции с участием азербайджанских и турецких военнослужащих. Причем это делается почти в непрерывном режиме, и это показывает высокий уровень взаимодействия наших вооруженных сил. Конечно же, очень тесно взаимодействует и по линии структур безопасности, имеется в виду разведка, контурразведка. Очень интенсивно работается взаимодействие, идет и в области организации противовоздушной обороны, охраны границ, значит, серии органов, которые занимаются произвращением чрезвычайных ситуаций. Это все будет продолжаться, еще и дополняться, насколько я понял, что будет специальное соглашение, которое предполагает совместную и очень тесную деятельность в сфере военно-промышленного комплекса. У Азербайджана есть достаточно, ну, скажем, большой инвестиционный потенциал. У нас есть средства в нашем и нефтяном фонде, генерируется за счет прибыли от экспорта нефти и газа. И у нас есть возможность развивать военно-промышленный комплекс. Я слышал о том, что будет налажено на территории Азербайджана производство, очень хорошо себя зарекомендовавшее Барактаров ТБ-2. Плюс, я не исключаю, что будет организованный выпуск военно-промышленной продукции не только, допустим, Азербайджана-Турецкой, но и с подключением, к примеру, Украину, в которой очень тоже есть серьезные наработки в области военно-промышленного производства. Так что, и эта сфера, я думаю, что будет охвачена, подписана декларацией. И главное, конечно же, это не только, ну, скажем так, принятый документ, а то, что есть с обеих сторон и большая воля и на высшем уровне, и на уровне руководителей соответствующих структур безопасности военно-промышленного комплекса развивать и углублять сотрудничество. Я думаю, что это будет сделано, и я не думаю, что кто-то должен по этому лопну из-за этого испытывать какие-либо опасения. Это сотрудничество было, оно есть и будет углубляться. Абсолютно точно. В частности, вот если поговорить еще один вопрос дополнительный к вам, именно о дальнейшем расширении перспективного сотрудничества. Ведь практически сегодня был заложен фундамент, фундамент вот этого глобального партнерства в нашем регионе, которое мы рассчитываем будет крепнуть и развиваться взаимодействием между структурами, силовыми, экономическими. Все это, что действительно важно и необходимо для нашего региона. На ваш взгляд, насколько быстро страны в нашем регионе будут подхватывать эту повестку? Насколько они сами заинтересованы в этом? Трудно сказать, потому что есть формат 6, оно, конечно, в первую очередь предполагает сотрудничество в экономической сфере. С точки зрения безопасности больше взаимодействия идет Азербайджан-Турция. Я не думаю, что к этому подключится Иран, Россия или же Армения. В определенный потенциал взаимодействия есть в области безопасности между Турцией и Грузией, между Азербайджаном и Грузией. Турция оказывает достаточно заметную, ну, после Соединенных Штатов Америки, второй является донором в области военной для Грузии. Я думаю, что такое взаимодействие, ну, у нас есть еще и определенные обязательства, трехсторонний Азербайджан, Грузия и Турция, по обеспечению безопасности коммуникаций, которые соединяют Азербайджан, Грузию и Турцию. Так что я думаю, что не обязательно все это будет в шести, скажем, с участием всех шести стран региона, но в тройном, где-то в двойственном режиме такое сотрудничество, безусловно, будет осуществляться. А что же касается экономического сотрудничества, то, в общем, сотрудничества с коммуникацией, то такой призыв господин Эрдоган сделал в шуше о том, что предложение турецкого президента о платформе шести, включающей Азербайджан, Грузию, Армению и приграничные державы Иран, Турцию и Россию, оно в силе. И этот призыв обращен, конечно же, в первую очередь к Армении, ну и с учетом того, что есть определенные трудности во взаимоотношениях Грузии и России, хорошо бы, чтобы эти трудности также преодолевались. С нами сейчас на связи Мэтью Брайза, бывший посол Соединенных Штатов Америки в Азербайджанской республике. Господин Брайза, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Добрый вечер, рад вас видеть. Спасибо. Спасибо, что нашли время для нас. Господин Брайза, в частности, важная тема, вы часто говорите, даже после визита в Азербайджан, в Агдам, вы говорили о важности, необходимости экономической интеграции, развитии, новые проекты, для того, чтобы мир и стабильность, которые сейчас образовались в нашем регионе, поддерживались на протяжении многих и многих лет. Я хочу, чтобы вы, со своей точки зрения, описали важность сегодняшнего события, подписание Шушинской декларации о сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном, подписание которого произошло в культурной столице Азербайджана, в городе Шуша, важности этого события и какие перспективы она открывает с экономической точки зрения. Пожалуйста. Спасибо за такой вопрос. С одной стороны, это не сюрприз, что Азербайджан и Турция будут сотрудничать глубже и глубже. Уже давно все выбрасывали такие прекрасные слова в ветер. Два народа, одно государство. И экономическое сотрудничество уже существует в течение последних 20 лет и больше. И если без газа и нефт трубопроводы, благодаря которым я просто имел контакт с этим прекрасным регионом, то сюрприз не существует из-за того, что эти две страны сейчас более глубоко сотрудничают. Но с другой стороны, с исторической точки зрения, это огромный шаг. Огромный. Во-первых, символ, где? Да, в Шуша. И это место просто показывает миру, что Шуша всегда была и будет, есть Азербайджан. И сейчас член НАТО, у которого есть вторая армия, самая большая армия в НАТО, просто говорит о том, что мы вместе с Азербайджаном. Не только в экономической сфере, не только в культурной, нет, и военной. И это очень-очень важно. Я знаю, что в Вашингтоне, да, будут такие люди, которые всегда были против Азербайджана, против Турции, против меня, которые будут против этого. Они будут говорить о том, что вот это мы всегда знали, этот геноцид и так далее, эти турки. Но для НАТО, для НАТО, дай Бог, что все члены НАТО сейчас понимают, что это такое... Я не могу сказать союз, но заявление. Это показывает, так как это миротворцы турецкие, что НАТО сейчас, НАТО тоже имеет свои глаза и уши там на земли Азербайджана. Никто, никого не хочет конфликта с Россией. И надо найти общий язык с Россией. Даже президент Байден говорит об этом, и он ищет это с президентом Путиным сейчас, через несколько дней. Но с другой стороны, мы все знаем, что или чем занимались такие миротворческие силы в Грузии и в Молдавии. И дай Бог, что это не может произвести, производиться в Азербайджане. Я считаю, что если есть такое заявление, такая договоренность между Турцией сейчас и Азербайджаном, если есть турецкие миротворцы там на земле Азербайджана, это будет сделать огромный шаг в период тоже, что касается стабильности, не только в Азербайджане, но и во всем регионе. — Господин Брайзов, в частности говоря, о разблокировании вот этих экономических проектов, транспортно-логистических проектов в регионе, инвестиций, которые это все может привлечь в наш регион. Ведь, как мы уже до этого отметили, инвесторы заинтересованы в стабильности и безопасности, чтобы они были уверены в том, что их инвестиции не пропадут. Вот насколько, на ваш взгляд, сегодняшний документ открывает дополнительные возможности для компаний, в том числе турецких, да и не только, для мировых компаний, призывает их своего рода призыв для развития своего присутствия, для инвестиций в наш регион. И насколько это экономическое сотрудничество положительно и благоприятно отразится на формировании безопасности в нашем регионе. Как вы уже отметили, Турция и Азербайджан надмерены обеспечивать стабильность и безопасность совместными усилиями. — Может быть, есть две стороны тоже этой монеты. С одной стороны, что касается Турции и турецких компаний, да, это очень позитивный шаг, это заявление, я имею в виду, потому что, да, как вы сказали, господа Анастасия, это заявление показывает, что Турция вместе с Азербайджаном, это очень, очень, можно сказать, и сила, комбинация. Но для американцев или для европейцев, которые, может быть, особо из Франции, которые, может быть, можно сказать, не относятся совершенно объективно к этому региону и к этому конфликту карабаховскому, я имею в виду. Я боюсь, что они будут думать о том, что это может быть еще негативный шаг, потому что будут выборы сейчас, 20-го этого месяца, вот в Армении, политическая обстановка в Армении очень-очень напряженная. Вот, и, по-моему, это Армения, которая препятствует региональное сотрудничество. И для Америки или для Европы самое важное, это чтобы все эти страны Южного Кавказа могли бы найти способ, чтобы сотрудничать. Это наивно сейчас, что касается Армении. Они не хотят этого, но в конце концов они захотят. И такое сотрудничество с Азербайджаном и с Турцией, это очень нужно для того, чтобы пережить даже как государство в Армении. Несмотря на то, что политическая система Армении не понимает вот это, не может, но этот шаг сегодняшний, это препятствует, по-моему, как реализации или понимания в Армении, что нет другого выхода. Надо сотрудничать с соседями, надо сотрудничать и с Азербайджаном, и с Турцией. Ну, сказав это, после этих выборов в Армении, через несколько месяцев, я считаю, что все это напряженность пройдет. Вот, и такое сотрудничество между трема странами Южного Кавказа, может быть, если не реально, но было возможно. То есть тут получается больше важности экономической составляющей, насколько экономические перспективы, предчувствие вот этого глобального экономического партнерства сможет преломить политическую составляющую некоторых реваншистских умов и настроений в республике Армения, насколько они будут заинтересованы выйти из экономической блокады и использовать эту ситуацию для того, чтобы развивать свою экономику на благо своего народа. Ну, сейчас, если можно, в Армении такое мнение считается очень не патриотическим, да? И это глупость, по-моему. Ну, как я сказал, я думаю, что эта глупость пройдет. Извиняюсь, Расимолин, вы хотели... Нет, 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 я слушаю снимательно, спасибо. Я закончил. Извиняюсь. Я думаю, что в Армении будет ощущение, что экономическое развитие Армении без выхода на большие рынки невозможных, собственный рынок очень узкий. А самые большие, скажем так, платежеспособные рынки – это турецкие и азербайджанские. Если они хотят возрождать Армению как промышленное государство, как государство, которое продвигает какую-то продукцию, а не только живет на экономическую помощь и денежные переводы своих граждан из-за границы, то без восстановления отношений с Азербайджаном и с Турцией это невозможно. Это понимают в Армении, например, Леон Терпетросян это неоднократно озвучивал. Хотите – делайте реформы, хотите – не делайте реформы. Но без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией экономических перспектив у Армении нет. Скорее, Алима, хочу узнать ваше мнение по вопросу тех процессов, которые берут начало в нашем регионе и в дальнейшем будут распространяться на более глобальную перспективу. Вот буквально совсем недавно, в период, когда подписывалась эта важная декларация, этот важный документ, мы обсуждали эту тему также у нас в прямом эфире, эксперты отметили, что Карабах становится регионом партнерства, крупномасштабного партнерства, которое объединяет не только наш регион, но и крупные мировые державы в тех или иных интересах. Кого-то это заботит больше экономика, кого-то военно-политическое присутствие, кого-то это может интересовать политическое взаимодействие с Азербайджаном или с Турцией. Как вот на ваш взгляд это все будет развиваться в краткосрочной и долгосрочной перспективе? Как это все-таки отразится на всех процессах? Анастасия, мы сделали очень много, уже сейчас делаем очень много для восстановления инфраструктуры Карабахи. Строятся города, восстанавливаются поселки, уже проложены трассы, строятся и уже на стадии завершения аэропорта. Это очень важная составляющая для дальнейшего развития и сотрудничества этого региона с другими регионами. Посмотрите, проводятся фестивали, проводятся различные мероприятия международного характера. И эти мероприятия, я думаю, будут не единичными, они будут впредь более масштабными и более системными и последовательными. Сегодня вкладываются очень большие инвестиции зарубежных государств, многих транснациональных компаний. И это очень важно для развития и самого региона, и создания основы, фундамента для взаимоотношения этого региона с этими странами, которые представляют эти компании, ведущие компании мира. Мы это хорошо понимаем, ценим. И я думаю, что в этом плане перспективы очень радужные. И в этом направлении будут сделаны акценты на сотрудничество именно в этих направлениях. Я просто хочу и продолжить мысль по поводу трезвомыслия Армении и дальнейших ее планов после 20 июня. Я согласен, конечно, с экспертами по поводу того, что деваться некуда Армении. Действительно, рынки находятся здесь, в регионе. Если они вообще не хотят прозябать и дальше в нищете, они должны понимать это, они должны делать выводы и трезво оценивать сложившуюся ситуацию. Тем более, что у них по сей день нет дипломатических отношений ни с Турцией, ни с Азербайджаном. А с Турцией еще и границы закрыты после 1993 года, как мы хорошо это помним и знаем. Но я все-таки хочу более, хочу как бы на мой взгляд, это мой индивидуальный, субъективный взгляд. Понимаете, многое зависит от того, кто станет премьером в Армении. Какие силы станут, придут к власти. Но если Пашинян и его партия, они будут и впредь во главе Армении, там есть трезвомыслящие люди, в том числе и плюс еще Левонтер Петросян, первый президент и так далее. Но если к власти придет Качарян, то это, конечно, очень твердолобый радикал. Это человек, который будет вставлять полки в колеса. Это человек, который будет руководствоваться прежде всего своими собственными интересами. И вряд ли он будет задумываться над будущим своей страны. И вот этот период, когда Карабахский клан был у власти, вот эта связка Качаряна и Саркисяна, она продемонстрировала это. Она показала, что они не пекутся, они не заботятся о своем народе. Им абсолютно безразлично, как будет существовать этот народ в будущем, кому он будет отдавать приоритеты. Правда, это для них закончилось плачевно. Их свергли и пришли новые силы. Я просто хотел бы надеяться на то, что вот эти новые силы все же останутся у власти, сохранят свои политические вот эти приоритеты. И мне кажется, Азербайджану будет легче уже договариваться с этим правительством. Потому что после всего того, что произошло, несомненно, нынешняя власть во главе с ее премьером, нынешним Пашиняном, она должна трезво оценить ситуацию, проанализировать ее, сделать соответствующие выводы. Потому что в противном случае это полный тупик. А регион, что касается региона, Карабахского региона, он будет развиваться, он будет формироваться, он будет совершенствовать свою инфраструктуру, он будет сотрудничать с другими регионами, странами. И вот первые шаги, которые сделаны по восстановлению всего того, что сейчас там происходит, как раз говорит об этом. Господин Брайза, я хочу еще один вопрос у вас уточнить, как у дипломата, как у бывшего посла США в Азербайджанскую республику. В частности, насколько этот важный документ, эта важная декларация, подписанная сегодня, может стать основой для дальнейших обсуждений, которые могут вестись в рамках Минской группы ОБСЕ, либо на каких-то официальных слушаниях и заседаниях в выстраивании дальнейшей повестки развития Южного Кавказа и, в частности, вот этих интеграционных процессов обеспечения мира и стабильности между Арменией и Азербайджаном. Ваше личное мнение, на ваш взгляд? Невозможно предсказать сейчас, что будет, что касается этого заявления. Потому что, как я сказал, будет очень много людей, например, в Вашингтоне, которые будут говорить, что вот это следующий знак о том, что турки сотрудничают против Армении. И они не будут понимать, что вот это заявление, эта декларация дает сейчас возможность для того, чтобы стабилизировать Азербайджан. И Армения тоже, вот как было сказано только что, потому что у Армении нет другого выхода, кроме экономического сотрудничества с Азербайджаном и Турцией. Но я боюсь, что не только в Армении, но тоже в Вашингтоне, в Русселе и в Париже особенно, они не будут понимать пока, что это заявление может изменить правила игры сейчас и в положительном направлении. То я боюсь, что сначала это заявление будет не выданным, как должно. Но после немножко времени, может быть тогда, как я уже сказал, люди понят, что это огромная возможность для трансатлантического общества, как мы говорим в Америке, сотрудничать и с Турцией, и с Азербайджаном, чтобы открыть эти новые каналы в области транспорта и вообще экономического сотрудничества. Но немножко времени нужно для этого, и очень многое зависит от того, как наш друг только что сказал, кто будет следующим примером в Армении. Резван, Ваше мнение, в частности, тот же самый вопрос, насколько этот документ сможет определить политическую и правовую базу для дальнейшего выстраивания отношений, как... Ну, в принципе, этот вопрос мы уже частично отметили между Азербайджаном и Турцией, насколько этот документ может стать основой для дальнейших дискуссий по ситуации в нашем регионе, в частности, постконфликтного развития, на Ваш взгляд? Ну, я во многом согласен с мнением уважаемого Мэтью Брайзе, поскольку этот договор все-таки двусторонний, и в основном в нем речь идет о, в первую очередь, военно-политическом сотрудничестве, расширении военно-политическом, то, естественно, это вызовет неоднозначную позицию или мнение, в первую очередь, определенных кругов европейских и, возможно, в США тоже. Да, то есть это имеет свое место. Но вместе с тем, у Азербайджана есть и партнеры, в том числе и в Европе, в государство, и не только в Европе, которые могут, естественно, не присоединяясь к этому договору, но, допустим, как я отметил, присоединиться в плане того, что открыть свое консульство в Шуше, напрямую участвовать в тех экономических, логистических и иных мероприятиях, которые обговорены и подписаны в рамках Шушинской декларации о союзничестве. То есть это тот формат, к которому можно привлекать другие страны. И это намного усилит подписанный документ, покажет, что заинтересованность в этих проектах проявляет не только Турция и Азербайджан, и не только те страны, которые по соседству, но и государства, которые заинтересованы устойчивой стабильностью. Вот Фикерат Меаллин тоже верно отметил, что многое зависит от того, кто станет премьером в Армении после выборов. Но складывается такая ситуация, что гипотетически, если придет к власти, допустим, Кочарян, он просто не способен договариваться, и он понимает, какая незавидная участь у него будет. То есть он вынужден будет идти фактически на поклон к Азербайджану. А Азербайджан и власти наши прекрасно помнят, кто такой Кочарян, как он себя ввел, когда находил свою власть, в том числе на международных площадках с участием азербайджанского руководства. Я думаю, что приход к власти Кочаряна просто разрушит остатки мифа о нем, как о герое, и вряд ли он захочет отдуваться за то, что произошло при Пашиняне. То есть чисто логически. Поэтому будем надеяться на то, что все-таки в итоге изберется Пашинян, и это в первую очередь нужно самой же Армении. Поскольку, как я отметил, те договоренности, в том числе от 9-10 ноября, в том числе от 11-12 января в Москве уже подписаны, со стороны Армении в том числе, это на них стоит не то, что подпись Пашиняна, речь не о подписи. Это договоренность государства. И на данном этапе у Армении нет возможности для маневра, чтобы саботировать или выйти из этих договоренностей. Тем самым они откроют очень нехорошую для себя дорогу, в рамках которой Азербайджан силовым военно-политическим путем решит те вопросы, которые остались нерешенными по итогам 44-дневной войны. А разве армянскому народу это надо? За реваншизм Кочаряна разве захотят погибать и отдавать своих детей простые армянские граждане? Вот это тот вопрос, о котором должны, наверное, подумать граждане армии, когда пойдут голосовать. Анастасия, я бы несколько слов хотел бы добавить. Да, пожалуйста, как раз я хотела вас спросить. Правильно, уважаемый посол Митю Брайза сказал, что в Вашингтоне по-разному могут реагировать. Но это будет весьма поверхностная реакция, что Азербайджан с Турцией против Армении. Армения с точки зрения военной и была, а сейчас столь ничтожна, что турецко-азербайджанский союз против Армении, это, в общем, смешно. В реальности здесь есть Армяно-Российский союз, и теперь он уравновешивается Азербайджаном-Турецким союзом. И я думаю, что, скажем так, те политики в Вашингтоне и в Брюсселе, которые могут стратегически мыслить, должны понимать, что это создает, укрепляет стратегическую региональную стабильность. И в таком смысле, я думаю, что выигрыши все. И, наконец, с точки зрения перспектив, если здесь мы хотим стабильный мир, то турецкое, пускай и, скажем, в ограниченном виде присутствии, и союзничество с Азербайджаном дает такую стабильность и дает определенную перспективу. Оно не против кого-то направлено, но оно дает перспективу того, что здесь эта стабильность будет долговременной. А что касается, кого изберут в Армении, ну, да, конечно же, это играет роль, будет Пашинян или Качарян, но я думаю, что отыграет роль процентов на 20-30. На 70% вопросов того, как пойдут и переговоры, как будет обеспечиваться региональная стабильность, оно будет зависеть от позиции Москвы. Но вот когда мы говорим о Москве, очень важно, что здесь Москва не одна и будет рулить, как говорится, а ей придется серьезно принимать и роль Турции в регионе. Что ж, я благодарю вас, уважаемые эксперты, за такую интересную, насыщенную дискуссию. Практически два часа мы обсуждали важную тему подписания Шушинской декларации о союзнических отношениях между Турцией и Азербайджаном. Событие, историческое событие, которое стояло сегодня в культурной столице Азербайджанской республики, городе Шуша. Продолжим следить за развитием событий, а сейчас наше эфирное время подходит к концу. Еще раз большое спасибо вам за активное участие. Всего доброго. Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, это был специальный выпуск на телеканале CBC. Все это время с вами была я, Анастасия Лаврина. Оставайтесь с нами. Все самое интересное в эфире телеканала CBC. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!